Заявление выступили президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Находясь в Литве, президент Азербайджана сказал, что заключение мирного договора с Арменией неизбежно. В свою очередь Пашинян сегодня заявил о том, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах. Но зная Никола Пашиняна, можно ли предположить, что он опять будет менять риторию или все-таки он на сей раз говорит правду? Да, я с вами согласен. Надо еще посмотреть, что дальше будет делать Никол Пашиняна и в целом Ереван. В исполнении тех обещаний, которые уже были даны. Стартовым пусковым крючком и моментом истины послужило 23 апреля, который мы с вами уже обсуждали, когда Азербайджан установил КПП на въезде в Лачинский коридор. С одной стороны, для Азербайджана это стало прекращением бесконтрольного ввоза теми или иными путями через Лачинский коридор оружия и боевиков. И таким образом мгновенно просто прекратилась проблема подготовки Армении карабахских сепаратистов к реваншу. С другой стороны, для Армении это стало проверкой, сможет ли она как-то через международных каких-то своих спонсоров на Западе или на Востоке добиться отмены Азербайджанского КПП в Лачинском коридоре. Этого не произошло. И, соответственно, с одной стороны, благодаря КПП регион резко шагнул к миру, потому что прекратилось нарастание военной эскалации. С другой стороны, Армения увидела, что ее никто не поддерживает в ее агрессивных антиазербайджанских планах. В выступлении Николы Пашиняна самой ключевой фразой стали его слова о том, что Армении нужен мир на Южном Кавказе, потому что она не может надеть ни на какие-то третьи страны, которые будут ее поддерживать. Потому что в любой момент такие страны могут заявить, что у них есть свои проблемы и оставить Армении. Получается, что если она не помирилась с Азербайджаном и с Турцией, то оставить ее в окружении врагов одну. А если Армения хочет выжить, вот такая была мысль Николы Пашиняна, то ей нужно прекратить вот такую политику, пытаться спрятаться за чью-то спину, потому что ее рано или поздно все равно отдадут Азербайджану и Турции и помириться со своими соседями. Почему Никол Пашиняна сейчас начал говорить о том, что Армении уже никто не поможет и никто не поддержит, и поэтому она должна мириться с соседями? Я думаю, причина в том, что на последних консультациях, которые были в США с участием глав МИД и глав государства в Брюсселе, Пашиняну и Мерзаяну было прямо сказано, что США и Евросоюз, конечно, очень хотят оставаться в Армении, и они будут бороться за то, чтобы из Армении, из региона выдавить Россию, но это единственное, что им интересно. Они не хотят воевать за Армению против Азербайджана. Евросоюз вообще никак не хочет воевать с Азербайджаном, потому что Азербайджан составляет в Европу газ. Что касается США, то США хотят сохранять свое влияние во всем регионе, то есть и в Азербайджане тоже. Таким образом, и Вашингтон, и Брюссель сообщили Еревану, что они не будут конфликтовать с Баку. Им достаточно того, что они с помощью Еревана соревнуются с Москвой за влияние на Южном Кавказе. Таким образом, все просто бросили Ереван и его антиазербайджанские планы. И в итоге ничего другого уже не остается Николу Пашиняну, как идти на конструктивный диалог с Ихамом Алиевым и с Баку. Продолжение следует...